Всем большой привет! Спасибо, что за вернули к нам на канал. Сегодня в видео хотела бы поделиться с вами вкусными простыми рецептами на праздничный стол. Конечно, я это готовила на Рождество, но так как уже и Рождество, и Новый год прошел, поэтому эти рецепты, в принципе, пригодятся и подойдут на любой праздничный стол. Очень это долгое видео у меня лежало, но я решила лучше его выставить поздно, чем никогда. И, конечно же, перед тем, как я начну все рассказывать, готовить, хотелось бы меня поздравить всех уже с наступившим Новым годом, с Рождеством. Всем самое главное и первое это здоровье крепкого, мирного неба всем нам над головой и побольше добра всем нам, так что всех с праздником. Спасибо большое, кто остается с нами, кто смотрит нас, кто пишет мне в комментарии, в личные сообщения. Сейчас вкратце расскажу, почему так долго не выходили видео. На самом деле все как-то так быстро у нас прошло, эти новогодние праздники. Были каникулы у нас на курсах и у Давида каникулы, но мы ездили еще в Бельгию, так что следующий влог будет с Бельгией. И как-то, на самом деле, как-то на Новый год вообще не было настроения никакого, то есть я вообще ничего не снимала. Мы как бы поужинали, смотрели телевизор и все. На этом все, Давида в 10 положили спать, поэтому как-то так мало я снимала, но обязательно сейчас уже начну монтировать видео, которое у меня есть, и буду снимать новые, так что оставайтесь с нами и смотрите нас дальше. Мне, конечно, это очень будет приятно. И первое, что я начинаю готовить, это фаршированные грибы. Я их, кстати, очень часто делаю на праздничный стол, на любой, и готовлю за день даже. То есть в день перед подачей я просто посыпаю сыром уже готовые грибы с фаршем и отправляю в духовку на 10 минут, то есть это очень быстро, вкусно, и горячее блюдо уже готово, то есть я почистила грибы, порезала ножки, обжарила ножки от грибов и добавила в фарш. Также фарш посолила, поперчила и все, и нафаршировала грибы, но вообще мама моя делала не так всю жизнь этот рецепт, то есть она жарила ножки с луком, это, конечно же, вкуснее, и не ложила это в фарш, а получается фаршировала просто фаршем, солью со специями, и потом сверху разлаживала обжаренные ножки грибов с луком. Конечно же, это вкуснее, но я как бы захотела в этот раз сделать все по-быстрому, то есть я не на сухой сковородке обжарила ножки грибов, смешала с фаршем, и все готово. И также нужно смазать уже фаршированные грибы майонезом, у меня, допустим, мама смазывала, я смазываю, мне как-то журновато кажется майонез, смазываю сметану напополам с майонезом, и ставлю в духовку минут на 20, потому что очень быстро они готовятся, и, кстати, лучше делать их побольше, потому что вот у меня было грибов килограмм, и они на самом деле, грибы так ужариваются, уменьшаются, и фарш, в принципе, тоже, что получается очень немного в итоге. И за 10-5 минут до готовности я посыпаю сыром, фольгой я не накрываю, потому что очень много влаги получается из грибов, и ей лучше, конечно, выпариться. Вот так вот получилось мало грибов, я их так в серединку все попыталась компактненько сложить, чтобы сыром посыпать, поэтому лучше брать побольше грибов, но это блюдо нам очень нравится. Я, по-моему, уже у себя делилась на канале этим рецептом, ну прям у нас не обходится ни один праздник без фаршированных грибов. Если вы не готовили раньше, попробуйте, это действительно очень просто, быстро и очень вкусно. На десерт я решила сделать Наполеон, но Наполеон такой суперлегкий рецепт, то есть в этом видео такая подборка быстрых рецептов, потому что не очень хочется долго стоять, раскатывать тесто, хотя, конечно, я медовик очень люблю, но это все очень много занимает времени, поэтому я беру обычное слоеное тесто, делаю заварной крем и получается очень вкусно, у нас этот торт очень быстро съедается. Полностью весь рецепт я оставлю обычно в описании под видео, но я самым банальным способом, мне кажется, варю заварной крем, то есть я ставлю греть молоко, взбиваю яйца с сахаром, перемешиваю, в этот раз я добавила муку, потому что у меня крахмал закончился, но вообще я, конечно, больше люблю заварной крем на крахмале, все-таки он как-то более нежнее получается, что ли, и на муке он более гуще, ну, в принципе, тоже отлично, поэтому смешиваю яйца с сахаром с мукой и с ванильным сахаром и понемножку добавляю в яичную массу молока по одному аполлонику и потом уже все вливаю в кастрюлю и довожу до кипения и буквально 2-3 минуты даю прокипеть и свариться к крему, но единственное, конечно, нужно мешать постоянно, чтобы мука не прилипла ко дну, и я знаю, некоторые там ждут буквально первых булек и после закипания сразу выключают, я люблю проварить все подольше, в том числе и заварной крем, поэтому я минуты 3 точно после закипания всегда помешиваю, всегда его варю, и никогда у меня нету комочков из-за того, что я, во-первых, хорошо муку смешиваю с сахаром и с яйцами, и что сначала понемножку добавляю молоко, а потом уже всю эту массу вливаю в основную массу молока, поэтому такой вот простой и быстрый рецепт заварного крема, а также в конце я еще добавляю сливочное масло, тоже знаю, некоторые сливочное масло взбивают мягкое, остужают крем, потом все это смешивают, я никогда так не заморачиваюсь, то есть я сразу в горячий крем добавляю масло сливочное и все. Вот здесь я уже достала слоеное тесто, можно, конечно, вырезать круглые коржи, но я буду делать на доске прямоугольной, и я вырезала прямоугольник, получается у меня было 2 упаковки слоеного теста, и когда корж испечется, он, получается, поднимется, и я его разрезаю вдоль, то есть у меня получается 4 коржа, одна упаковка у меня где-то 300 грамм, то есть на 600 грамм теста и литр молока. Вот, так что очень-очень вкусный получается торг, кто не пробовал, попробуйте очень быстро готовиться. Это уже на следующий день, утро мы никогда не дожидаемся десерт именно в праздник, а всегда уже завтракаем каким-то десертом, либо тортиком в праздничное утро. Очень получается мягкий торт. Напишите, кто тоже так делает. Если еще не пробовали, обязательно попробуйте очень быстро, получается и очень вкусно. Дальше я буду делать закуску, также из слоеного теста, не знаю, как правильно назвать, что-то типа тарталеток, ракушек, из слоеного теста, с красной рыбой и с сливочным сыром. Также туда можно добавить огурец, авокадо, просто Давид у меня такой не очень любит, поэтому это я делаю для Давида. У меня в этот раз очень мало, буквально там 200 грамм, по-моему, было лосося. Я его посолила, поперчила, немножко взбрызнула лимонным соком и я всегда делаю в фольге на гриле, буквально 5 минут и уже готово. В принципе, можно и обжарить, и запечь в духовке. Дальше из слоеного готового теста я просто вырезаю кружочки, такого диаметра, который мне нравится, можно больше, можно меньше. Смазываю все яйцом, можно посыпать кунжутом, я не посыпала, и ставлю запекаться такие ракушки слоеные в духовку буквально на минут 15-20 и потом вовнутрь буду фаршировать начинкой. Получается тоже очень быстро и очень вкусно Давиду. Я же говорю, это такое очень нравится, поэтому кто не пробовал, тоже попробуйте, потому что здесь в Германии я не могу найти тарталетки вообще, и поэтому приходится выкручивать, заделать что-то типа тарталеток. Пока остывают мои слоеные ракушки, я подготовлю рыбу, в этот раз мы брали дорадо, я в прошлом видео рассказывала, когда показывала наши покупки к празднику. Также я решила сильно не заморачиваться, то есть эта рыба уже почищена, просто ее посолить, положить лимон вовнутрь, сбрызнуть лимоном и поставить в духовку, то есть она очень просто, быстро готовится, она у меня буквально 20-25 минут была в духовке в этот раз, хотя рыба сама не мелкая, но она очень быстро, конечно же, готовится, как и вся рыба, и в ней очень мало костей, и очень вкусное мясо именно рыбы, поэтому кто не пробовал, обязательно попробуйте, я тоже только недавно первый раз попробовала эту рыбу, и нам очень она понравилась, и также точно без заморочек, по-быстрому ее можно приготовить. Здесь я уже разбираю красную рыбу, сейчас смешаю ее с сливочным сыром, я знаю, также, я видела рецепт, делают подобные тарталетки, либо ракушки, с слабосоленой семгой, тоже, мне кажется, будет очень вкусно, если порезать слабосоленую на кубики, смешать с сливочным сыром, добавить, опять же, огурец авокадо, тоже будет очень вкусно, если у вас дети такое едят, и также нафаршировать либо просто тарталетки из песочного теста, либо вафельного, как у нас всегда мы покупали, либо вот такие вот ракушки сделать, получается очень вкусно, и сразу же съедаются они первыми. Также я решила в этом году не делать банальное фюре, а сделать картошку по-сылянски, но перед тем, как ее запекать в духовке, я ее немного отварила, и на самом деле, может быть, у меня такая духовка, то есть у меня всегда картошка, почему-то очень долго запекается в духовке, поэтому я порезала на дольки, да, можно любого размера, и отварила буквально 5 минут, потом слила, дала немножко картошки остыть минут 15, и тогда уже заправила специями, и потом она очень быстро у меня приготовилась в духовке, поэтому попробуйте, получается очень просто, но очень вкусно, очень вкусно картошка получается, вот она у меня же здесь отваренная, я добавила соль, паприку копченую, и прованские травы, можно вообще добавить любые специи, и также очень хорошо подойдет чеснок сушеный, но у меня не было, поэтому я добавила свежий, и добавила немного оливкового масла, и после того, как картошка уже будет готова, когда мы ее достаем горячую из духовки, самый главный секрет, нужно подготовить зелень, у меня укроп, петрушка, и также чеснок, и это получится очень вкусно, когда горячая только приготовленная картошка, мы ее сейчас сразу будем потом перелаживать в зелень с чесноком, и аромат стоит просто на всю квартиру, и правда получится очень-очень вкусная картошка, я ее как-то один раз готовила, то есть это я вот второй раз такую картошку готовлю, но получается очень быстро, также можно заранее ее отварить, и поставить в духовку, буквально на 20 минут, уже перед подачей на стол, салат я делала в этот раз с ананасами, с ветчиной, я не сняла, как мы нарезаем, но я сейчас расскажу, что там, что за состав, и также оставлю внизу под видео в рецепт, то есть ветчина, все нарезать нужно тоненьким полосочками, ветчина, яйца, свежий огурец, и сыр, и в конце я добавляю ананасы, ананасы я всегда отдельно слаживаю, и в принципе салат заправляю только перед подачей на стол, потому что, во-первых, там майонез, с майонезом долго не хранится, и плюс ананасы тоже, мне кажется, очень быстро может салат истечь, и прокиснуть, поэтому я уже перед подачей на стол все это соединяю, а, и также забыла маринованный красный лук, так что полностью рецепт оставлю под видео, получается очень вкусный этот салат, в этом году он Давиду понравился, у нас Давид этот салат два дня ел, здесь вот я достаю картошку, и буду перелаживать ее в мисочку с зеленью и чесноком, и я картошку, получается, долго не держала в духовке, то есть я не хотела, чтобы на ней была такая супер прям золотистая корочка, и плюс мы уже сильно хотели есть, поэтому я достала ее заранее, но внутри-то она по-любому готова, уже минут через 15, но если хотите супер такую золотистую корочку, то, конечно, можно запечь подольше, и тогда будет еще красивее картошка, так что вот такой вот стол у нас получился, надеюсь, кому-то пригодятся рецепты, в этот раз я старалась подобрать максимально быстрые и легкие рецепты, чтобы как-то не устать, как обычно это происходит, но получилось все очень вкусно, так что спасибо, что досмотрели это видео до конца, здесь Давид бежит открывать свои подарки, так что еще раз всех с наступившим уже новым 2024 годом, всем здоровья, счастья, мира и добра, спасибо, что остаетесь с нами, всех целуем, увидимся уже совсем скоро в новых видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok